МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Игра в слепую. В Чебоксарах прошло первенство по спортивному туризму среди людей с нарушением зрения. 549. Столица готовится ко дню города. Полгода для города химиков. Итоги первой половины 2018-го подвели в Новочебоксарске. О невыплаченной заработной плате, трудоустройстве молодых специалистов и других моментах, требующих пристального внимания, говорили сегодня на еженедельном совещании главы Чуваши с правительством Республики. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Долги по заработной плате – тема, без обсуждения которой не обходится практически ни одно совещание. Этот вопрос на постоянном контроле органов власти и правоохранителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение есть почти на 30 миллионов рублей, точнее 29 миллионов 700 тысяч рублей. Это на 29,6%. Это касаясь и официальных статистических данных, и касаясь оперативных данных трудовой инспекции. Здесь нам надо еще работать. Минтруд Чуваши ведет мониторинг предприятий и организаций, не рассчитывающихся со своими работниками вовремя. На 6 августа общая сумма невыплаченного вознаграждения за труд – около 72 миллионов рублей. Большая задолженность имеется на семи предприятиях банкротов – 33 миллиона рублей, это 47% от общего количества. На семи экономически активных предприятиях – это Кредо, Автоплюс, Алза, завод автокомпонентов Элма, Экострой, Союз, Экспресс и, как я уже сказал, учебный центр Рублик. На двух предприятиях введена процедура наблюдения – это Аллатрский завод холодильников и Чувашский бройлер. И на одном предприятии – процедура финансового оздоровления – Волга, Верх, Гипро, Зем. Глава Чуваши отметил, необходимо выстраивать более тесные и эффективное взаимодействие органов власти и прокуратуры, чтобы как можно скорее выплатить прежние долги и не допустить новых. На совещании обсудили и вопросы трудоустройства свежеиспеченных специалистов, выпускников высшей школы и учреждений профобразования. Подготовку кадров в республике ведут 14 вузов, 27 техникумов и колледжей. В этом году, по оперативным данным, их закончили почти 15,5 тысяч человек. По состоянию на 1 июля трудоустроились 41,2% по этому году. 19 планируют продолжать учебу. Дальнейшие 17,3 – это ребята, которые ушли в вооруженную силу служить. 3,2% – девочки, которые находятся в декретном отпуске. И на сегодняшний день 18,6% – люди, которые не определились с трудоустройством. К осени трудоустройных будет больше, обещают Минобразование. Ведь если брать прошлый выпуск, на учете в службе занятости числится всего 49 молодых специалистов. Кстати, специалисты службы совместно с Минобразованием и работодателями запустили новую программу для выпускников. 284 организации специально создали для выпускников 1739 рабочих мест. По наиболее востребованным профессиям, вот эта программа тоже нам сильно помогает. И мы сначала, человек проходит стажировку 2-3 месяца, там минимальная оплата идет. После того, прохождения стажировки, если работодателю человек понравился, значит, его оформляют на постоянную работу. Средняя заработная плата на предлагаемых через службу занятости рабочих местах – порядка 18 тысяч рублей. В ЧУАШе вообще регистрируется достаточно активный рост заработной платы. Годы назад вообще там спрос работодателей был через службу занятости на уровне 9 тысяч рублей. Динамика очень хорошо сейчас поднялась почти в два раза. Работники бюджетной сферы в росте сейчас практически. Если взять динамику сейчас по отдельным муниципальным образованиям, там рост заработной платы на 15-16 процентов. Я в среднем беру отдельные, значит, не чуть ли 20 процентов. Меньше 10 процентов динамики ни в одном муниципальном образовании сейчас нет. Михаил Игнатьев заметил, самое главное, чтобы выпускники нашли себе работу по специальности и не пополнили ряды получателей из серой зарплаты. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. Еще одна тема повестки дня – болезни животных в Республике. За 7 месяцев этого года опасные заболевания выявили в 17 районах. В двух обнаружено бешенство диких лисиц. Сейчас этих животных прививают с помощью специальных съедобных приманок с вакцинами. Мы получили оральную вакцину и в настоящее время разложено более 17 тысяч доз. Большое количество голов крупного рогатого скота мы привили, мелкого рогатого скота. Ставим задачу по максимуму вакцинировать собак и кошек. Что касается птичьего гриппа, в районах, где выявлено заболевание, продолжается карантин. Птицы изымаются, в том числе и у владельцев частных подворьей. Сейчас составляют реестр тех, кому положена компенсация. На эти цели выделено более 100 тысяч рублей. Выявили болевые точки и расставили приоритеты. В Новочебоксарске на расширенном заседании собрания депутатов подвели итоги социально-экономического развития. С активом муниципалитета встретился и глава Чувашии. Но прежде Михаил Игнатьев проинспектировал ход ремонта в городскую больницу и школе. После капитального ремонта городская больница заметно преобразилась. Попасть на прием к врачам стало проще. Очереди отрегулировала электронная регистратура. Конечно, улучшилась работа врача. И мы меньше сидим. Очень красиво стало. Как небо и земля, что было раньше, что сейчас. На высшем уровне сейчас все. В этом году на ремонт больницы было выделено свыше 30 миллионов. Уже обновлены хирургические и терапевтические блоки на очередном этапе урологический. Большую сумму направили на замену коммуникации и закупку современной аппаратуры. В прошлом году на 8 миллионов была приобретена трубка компьютерного томографа. Здание 79-го года. И таких капитальных грандиозных ремонтов не было. Условиями работы врачи довольны. Но такие затраты должны себя оправдать, отмечает Михаил Игнатьев. Главная задача – повышение качества медицинской помощи. Вам для работы? Нам тоже хорошо стало. Лучше стало? Лучше стало. Не хуже стало? Нет, лучше стало. Вы что? У нас новый мигель. Мы оценили медиков как золотой фонд медицинской сообщества и тени. Многомиллионную сумму из бюджета направили и на развитие образования в муниципалитете. В школе номер 2 капремонт проводят впервые за 50 лет. Сейчас здесь меняют канализацию, водопровод и отопительные системы. Работы должны завершиться через три недели. Это диодные лампы везде у нас стоят. Новое отопление, новые туалеты отремонтированные. Все окна заменили, 268 окон. Вообще, чтобы реализовать сполна, все 15 муниципальных программ городу выделят порядка полутора миллиардов. Львиную долю намерены направить на ремонт дорог и благоустройство дворов. Облик города, отмечает Михаил Игнатьев, должен меняться. Центральные улицы благоустраивали. Если взять просто одну цифру, только городу Ночепсас. В прошлом году, в этом году, общую сумму мы выделили 470 миллионов рублей. Я говорю, за сколько лет вообще завершие благоустройства дворовых территорий? Надо точно спрогнозировать с учетом даже инициативного бюджетирования. Михаил Игнатьев указал властям и на проблемы. В городе по-прежнему реализуют фанфурики, хотя в Роспотребнадзоре приостановили продажу настоек. Будем принимать минимум меры. Для того, чтобы вот эти погубные воздействия, они не имеют ценского применения, не имели воздействия на население города Ночепсаса. Приоритетная задача для муниципалитета – рост доходной базы бюджета. Драйверы экономики города – заводы «Хевел» и «Химпром». Крупные предприятия реализуют инвестиционные проекты. Наметился и рост объема отгруженной продукции. Сегодня уже можно говорить о завершении реализации проекта производства гипохлорита кальция. Стоимость проекта – 1,6 млрд рублей. Будет создано 139 новых рабочих мест. Создание крупных ядерных производств способствует развитию околокластерного бизнеса, который в основном представлен субъектами малого и среднего предпринимательства. Чтобы больше предпринимателей открыли свое предпринимательское дело с высокой производительностью труда, перед нами поставлена задача улучшать ключевые показатели. Рождаемость должна быть выше, чем смертность, то есть положительная динамика. Глава республики провел и рабочую встречу с местными властями. Михаил Игнатьев поручил не откладывать в долгий ящик обращения жителей, а того, насколько оперативно будут решаться проблемные вопросы, зависит уровень доверия горожан к руководителям муниципалитета. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Меньше двух недель осталось до дня города Чебоксары. Программу праздника обсудили в столичной администрации. 21 год назад Чебоксарское городское собрание депутатов решило, что День города, столицу Чувашии, будет отмечать каждое третье воскресенье августа. В этот раз оно выпало на 19 число. Однако в один день праздник не умещается. В этом году отмечать начнем с середины следующей недели. Создавать праздничное настроение в городе начнем уже с четверга. С самого раннего утра уличные джаз-бенды и вокальные студии вместе с участниками проекта «Танцующий город» на шести самых проходимых точках города будут петь песни. О любимом городе волонтеры начнут раздавать горожанам программки с основными мероприятиями. 16 августа объявят имя нового почетного гражданина города. Его из семи кандидатов накануне должны выбрать чебоксарские депутаты. 17 числа наградят лауреатов 10-й юбилейной премии «Общественное признание». Самый главный день, 19 августа, начнется бодро, традиционной зарядкой со звездой. Ее проведут футболисты чебоксарского «Спартака» и боксер Андрей Лебедев. Любимый чебоксарцами творческий вульвар откроется к 17 часам под девизом «Твори, выдумывай, пробуй». Подробная программа праздника на специальном портале. Адрес вы видите на экране. И, как стало известно, вечером в день города перед чебоксарцами выступит группа «Иванушки Интернейшнл». Также к празднику по традиции в Чебоксарах откроют ряд объектов. Один из них – Детская академия искусств по улице Эльгера. В других учреждениях дополнительным образованием и спортом сейчас завершается ремонт к новому учебному году. Наиболее масштабные работы проводились в Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 имени Хадяшевых. Здесь полностью обновлены учебные классы, отремонтирован фасад здания, закуплены новые мебели, музыкальные инструменты. Ведутся работы по обустройству парковочных мест и подъездных путей. Более пожаробезопасным станет ДК имени Хузангая. К 20 августа завершится ремонт в ДК «Салют». Что касается спортивных объектов, там есть вопросы. Так, беговая дорожка на стадионе 27-й школы должна была быть готова еще к концу июня. К этому же времени должны были завершить установку светильников у спортивной школы «Спартак». На сегодня это у нас один более проблемный вопрос. Работы по световому оформлению должна была выполнять ООО «Монополе». Цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Сроки выполнения – 24 июня 2018 года. Все предварительные работы подрядчик выполнил, то есть провел все эти, все. И проблема стала с покупкой светильников, которые должны были быть специального качества. Почему не включен список недобросовестных поставщиков? Это ваше бездействие или халатность? Необходимо тщательнее подходить к составлению контрактов, чтобы в случае срывов сроков сразу начинать претензионную работу. Обратился глава города к начальникам управления. Почему здесь не будет? В минувшие выходные сразу в двух городах Республики Канаша и Алатари прошли праздничные мероприятия. Алатари отметил свой 466-й день рождения. Железнодорожная столица Республики – 91-й. Выступления лучших творческих коллективов, выставки, ярмарки, соревнования по уличному баскетболу, мини-футболу и пляжному волейболу. И даже автомобильная выставка «Авторевью». В Канаше праздник отмечали с самого утра и до позднего вечера. Самые интересные и яркие моменты с праздника в эфире нашего телеканала. Смотрите 10 августа в 18.00 в программе «Республика в деталях». О том, как отметили день города в Алатари, узнаете 8 августа в 18.00. А в Козловском районе состоялся летний этап спорта-киады госслужащих. Насколько выносливы чувашские чиновники, узнавала наша съемочная группа. Кто самый быстрый, сильный и ловкий, госслужащие выясняют в 17-й год подряд. Лучших определяют в 13 видах спорта на 6 этапах. В прошлом году не было равных команде администрации главы республики. «Надо заниматься спортом, надо поддерживать всегда друг друга, надо быть единой командой. И только в этом есть и секрет, наверное, получается. Но мы стараемся. Почти ежемесячно готовимся, тренируемся». Команда настроена серьезно. В планах завоевать кубок и в этом году. Программа летнего этапа насыщена. Самое первое испытание – комбинированная эстафета, велогонка, бег и плавание. Здесь победителем стала команда Министерства юстиции и имущественных отношений. Те, кто не проявил себя в эстафете, мог это сделать в перетягивании каната и мини-футболе. «Кто занимается спортом, кто дает определенную нагрузку, он всегда эффективен. И в семье, и в работе, и в обществе. И он постоянно ищет, занимается поиском новых инициативных предложений. Вот это и является ключевым». Соревнования проходят круглый год и следующие состоятся совсем скоро, уже осенью. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Лучшие наездники страны разыграли кубок Чувашия. В минувшие выходные в Ядринском районе прошли всероссийские конные бега. После того, как конезавод восстановил свою работу, здесь начали возрождать традиционные конные скачки. Нынешние соревнования четвертые по счету. В забегах приняли участие более 20 лошадей. Среди наездников гости из Ульяновской области, Татарстана и Москвы. Старт турниру дал глава региона. Также Михаил Игнатьев познакомился и с выставкой сельских поселений района. То, что эти соревнования востребованы, это очевидно. Вот столько народа, это проходит уже как праздник. Не только для жителей Чувашской республики. Наездники, коневоды, фанаты приезжают с разных регионов Российской Федерации. Поэтому они называются всероссийские спортивные конные бега. А то, что племянный конный завод сегодня имеет хороший научный потенциал, русские, российские породы коней, это очень важно. И сегодня, я могу сказать, в Российской Федерации эти будут в центре, в будущем в центре. Был такой период в истории легендарного конезавода имени Василия Ивановича Чапаева. Я не хотел бы сказать, что это было падение, но была остановка определенной в развитии. И благодаря таким людям, как глава Чувашской республики, Игнатьев Михаил Васильевич, который сделал все для того, чтобы данный завод был восстановлен. В программе соревнований 9 заездов и одна скачка. Главный приз – золотой кубок завода. Моим коллегам Дмитрию Ковалеву и Игорю Звереву удалось поболеть за спортсменов и понаблюдать за подготовкой лошадей к забегу. Одна из звезд турнира – вороной жеребец «Фаянс». Именно он стал лидером прошлогодних стартов. Он участник дерева Москвы 2013 года. Он считается как шестой призер России 2013 года лошади. В этом году Альберт Хамбиков и Фаянс оказались лишь на второй позиции. Кому удалось завоевать кубки и на что готовы пойти наездники ради конного спорта – подробности в следующих информационных выпусках. Цель не видна, но ясна. В Чебоксарах в Лакреевском парке прошло открытое первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Только люди, принимавшие участие в соревнованиях, особые. Они не совсем видят о мужестве и целеустремленности. Рифат Фаткулин. Подъем по навесной переправе и горизонтальный спуск. Чтобы ориентироваться на местности, спортсмены идут по веревке, натянутой по всему пути следования. Рядом бежит сопровождающий, предупреждая о препятствиях. Чем быстрее Олег Афанасьев справится с заданием, тем больше в итоге заработает баллов и пока что показывает лучшее время. Но здесь это не самое главное. Важна победа над самим собой. Ну, больших трудностей нет, конечно. Так. С неопытностью, наверное, с первого раза. Руки дрожат. Вот. Там это. Не отстегивается. Карабин что-то там. Время задерживается. Все. Туристов-спортсменов немного. Всего восемь человек. История потери зрения у каждого своя. Условия, в которых проходит турнир, свежий воздух и возможность поговорить по душам с единомышленниками – залог отличного настроения всех его участников. Это, конечно же, приобщение к спорту, то есть физическое развитие укрепляет организм, а также общение с молодежью. Все-таки это все объединяет. Невозможно не восхищаться их смелостью и решительностью. Никакие ограничения по здоровью не останавливают, не пугают трудности идти по незнакомому лесу вперед к победе. Сложно? Часто бывают травмы, то есть большая ответственность ложится на сопровождающих. Человек закрывает глазами, держит веревку, и мы его сопровождаем и направляем по дистанции. То есть, где есть препятствия, например, дерево, лепенек, мы говорим «хоп», чтобы он среагировал. Или просто направляем, допустим, на 90 градусов, пород налево, направо. И по такой поддержке мы проводим его по всей дистанции. Чтобы ответить на вопрос, что такое «сила духа», достаточно посмотреть на них. Участники соревнований во весь голос твердят, нужно просто любить жизнь, какой бы сложной она ни была. Рифат Фаткулин, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. Пора за шубой. Горожанам и гостям Чебоксар предлагают заблаговременно подготовиться к зимним морозам. В столице открылась меховая выставка-ярмарка. Подробности смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Как гласит известная поговорка «Готовь сани летом». А это значит, что сейчас самое время подумать о том, как утеплиться к зиме и подобрать себе теплую шубку к новому сезону. Помочь с выбором может меховая выставка «Зимняя сказка». Норка, енот, кролик, рекс, сурок, мутон, эко-кожа. Здесь от разнообразия просто разбегаются глаза. Причем весь смех из собственной зверофермы. Например, норка специально выращивалась в северных условиях. В такой шубе не страшны никакие морозы. Мы привезли новый тренд данного сезона. Это стриженная нутрия. То есть шубка отличается. У нее короткий волос, она теплая. То есть ей не страшен дождь, снег. Демократичные цены – еще одно достоинство выставки. Например, вот такая мутоновая шубка стоит 10 тысяч рублей. Изделие из норки можно приобрести почти за 34 тысячи. А яркая куртка из холофайбера вам обойдется лишь в одну тысячу рублей. Но и это еще не все. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на очень выгодных условиях для покупателей. Вот такую курточку из норки можно приобрести на два года с ежемесячным платежом 1742 рубля. Зимнюю сказку жители Чебоксар знают не понаслышке. Вот уже пятый раз она приезжает в столицу Чувашии. И сейчас, как только выставка начала свою работу, появились первые покупатели. Не прошло и получаса, а несколько представительниц прекрасного пола уже приобрели себе обновку. О выставке я узнала из рекламы баннера, поэтому я ее ждала. Пришла сегодня с целью купить шубку хорошего качества, по доступной цене, что я в принципе и сделала. Очень быстро определилась. Мне девушка консультант все быстренько подносила, я мерила. То есть моя длина, мой фасон, не мой фасон. Вот мы подобрали. Обслуживаем я довольна. Качество товаров заслуживает отдельного внимания. Кировская меховая фабрика вот уже более 10 лет радует настоящих ценителей комфорта и качества. Качество, цена, все, все меня устраивает. Выставка отличная, ничего против ничего. Очень хорошо, мне нравится выставка. От 42 до 62 размера. Каждая покупательница найдет себе изделие по душе. Кстати, все товары соответствуют ГОСТу. Это значит, что они будут не только греть, но и долго носиться. Торопитесь, выставка пробудет в Чебоксарах лишь 4 дня с понедельника по четверг. Купить качественную шубку по приемлемой цене можно в торговом центре Мегамолл с 10 утра до 8 вечера на втором этаже. Зимняя сказка ждет вас.